Всем доброе утро! У нас немножко снега выпало, на улице минус два. Свежо. Всем доброе утро! У нас завтрак. С Тёмой и Кристина проводили в школы. Мы теперь с мамой будем завтракать. Тут у нас бутерброды с яйцом, тунцом и сыром. Кофе со сливками. У меня уже все сливки опустились. Всем доброе утро и приятного дня! Ребята, всем большой привет! Привет! Мы тут вышли с мамой прогуляться. На этой неделе ничего толком не снимала. Уже у нас сегодня среда. Как приехали с воскресенья со Страсбурга. Домашними делами занимались. Ничего такого интересного не было. Сейчас решили пройтись. Зайдем, может быть, в какие-нибудь магазинчики. Немного времени есть, пока Кристиан ещё в школе. Скоро уже приедет. Осталось ровно недели. И начнутся уже каникулы у него. Будет дома. Так что и так до 12 дня только учится. Ну, а теперь будет целых... Почти три недели, получается, у них каникулы. Будут через неделю. 21 декабря учится последний день. Идет тут частный сектор у нас. Домики. А здесь вот это через дорогу территория психиатрической клиники. У нас... О, не большая территория. Там, кстати, можно спокойно заходить, гулять. Там не такие прям, что люди какие-то больные. Лежат. Опасные. У них так хорошо. Деревья растут, яблоки, орехи. Многие сюда приходят, собирают потом. Мы уже прогулялись. Встретили Кристиана. В общем, немножко зашли в магазины. Кое-что прикупили. Сейчас вам покажу. Да, так что уже сейчас время обеда. Сейчас придёт Артём на обед. Будем обедать. Включусь к вам попозже. Сегодня у нас на обед фрикадельки и гречка. А мама там кое-что испекла. Потом будет у нас на чай или кофе. Я вам покажу, что такое. Очень вкусненькое. Две игрушки Кристиана. Ну, это чтобы были. Когда на какие-то подарочки. Что тут у него? Всё. Космический транспорт с космосом, с аэропортом связано. И такую большую снегоуборочную машину. Себе взяла вот такие вот две тарелочки. Такие глубокие на Новый год. Мне нравится. В них можно оливье положить. Или другой какой-нибудь салатик. Или, например, гарнир какой-нибудь положить. Тоже две взяла. И взяла вот такую вот одну длинную тарелочку. То, что тут удобно. Всякие, например, бутербродики можно положить. Или какую-нибудь такую закусочку. Доль. Ну, красивая новогодняя. Мне понравилось. Мне мама тоже такую себе взяла. Стоило 10 евро в Тедди. А эти я покупала в Ульворти по 5 евро одна. Такие небольшие покупочки сделали. Бобли, мама приготовила вот такую красоту. Похоже на тирамису, но это турецкий кекс называется. Должно быть очень вкусно. Сейчас будем пробовать. Так выглядит в разрезе. Тут сверху заварной крем, бисквит. И сверху еще какао посыпано. Бисквит пропитывают молоком. После того, как он приготовится. Вкусненько пахнет так шоколадом. Сейчас будем пробовать. Тут мама нам готовит вкусности очередные. Называется долма. Это с виноградных листьев, как голубцы наподобие. Тут она тоже сегодня пекла вкусные. Типа чебуреков, только с картошкой. В общем, это тоже очень вкусные. Мама, как всегда, нас балует. Ребята, сегодняшняя наша закупка. В общем, тут всего понемножку. Но в основное, зачем мы ездили, это вот за такой вафельницей. Мини-вафельницей. Там получаются такие вот новогодние узорчики. Я взяла со снеговиком. Жалко, что у них получается там три вида. Олень, снежинка и снеговик. Жалко, что вот эти штучки не меняются, что там разные. Нет, получается, каждый отдельно ты выбираешь, какой хочешь, а они не меняются. Либо три сразу вафельницы покупать, если хочешь разные. Либо только одно. Но я выбрала снеговик, так как снеговика крестьян более-менее знает. Ему нравится, что он понимает. Снеговик – это зима. Буду печь. Она стоила в Кауфландии за 9 чем-то евро. Но если у вас есть карта кауфландовская, то за 8,88. Ну, такая мини-электровафельница решили попробовать. И за вот этим вот чайником-термосом. В общем, да, это очень удобно. Здесь у всех такие есть. Очень популярно, когда куда-то едешь, так заварить кофе или чай. Хватает типа на 12 кружек небольших и 24 часа он держит тепло. Там бумажное полотенце, свекла, спагетти были, борила по скидке, капуста, мыло, лук зеленый, булочки, овсянка. Это игрушка крестьяну. Малина, конечно, шоколадки, балоко. Это такое шампанское. Я беру милт, вот этот вот роткопхен. Мне нравится, что оно не сухое сильно. Там две пиццы крестьяну тоже. Окорочка были со скидкой. Чай, зеленый хлеб, яйца и колбаса. А, еще вот здесь вот огурчики корнишоны. Вот такая закупочка у нас. Арусо, ты что? Ну, конечно, к колбасе, к мясу. Этот кот. Все, ему надо понюхать. Так, в общем, вот это так выглядит вафельница. Такая черная. Снежинки. Сверху такая вот, квадратниками. И вот здесь вот снеговик. А есть со снежинкой и с оленем. Вот, с картой Кауфланда 8,88 стоит. Так что, кому нужно. Такая небольшая, мини. Удобно. Мы в январе собираемся поехать отдыхать с друзьями большой компании. Как раз можно с собой взять и там делать такие красивые ладушки. Всем на завтрак. Так, тут в коробке написано, что вот какие еще можно делать. Но не знаю, рецепты есть или нет. Внутри идет в комплекте инструкция. Может, там есть рецепты теста. А так, я думаю, можно найти и сырные, и кабачковые сделать. Купили Русо сегодня вот такую, эту, когтеточку, игрушку с шариками. Артем насыпал там эту кошачью мяту. Так этот об нее все трется. Не когти точит, а трется и облизывает. Кому надо, в Альде на этой неделе по 10 евро такие. Картонные когтеточки. Вот такой у нас сегодня вкусный ужин. Кристиан уже лопает манты. Баба попросили маму показывать. Мама, показывайся. Все. Всем приятного аппетита и хорошего вечера. Всем приятного аппетита.